Приветствую вас и как вы наверное уже поняли, ваш вопрос он связан сразу с несколькими моментами, сразу с несколькими аспектами. И наверное начальность того, что вам не комфортно на работе. То есть вам на работе все-таки не очень приятно, вам на работе неудобно, вам не нравятся атмосферы и в общем вообще не то, чего бы вы наверное для себя хотели бы. Работайте с участью, чтобы не осудило начальство и не осудили родителей. Давайте мы с вами начнем вот с чего. Ну вот допустим вас все-таки осудят родители и осудят начальство. И что дальше? Почему вы так сильно боитесь осуждения? Ведь у людей своя жизнь вообще-то, у людей свои представления о мире, о том, какой должна быть там жизнь, да, и так далее. У людей вообще все, как правило, свое. И мне хотелось бы вас узнать, почему вы так сильно боитесь осуждения родителей, тем более, что они, и насчальство, тем более, что они, родители, с вами постоянно рефлектуют, и вы с ними вроде бы как, ну, постоянно в раздражении находитесь. Так что же не дает вам сделать так, что они мешают вам освободиться от, ну, скажем так, освободиться от давления, мнения других людей? И что вам мешает? Вот этот момент очень важен, потому что, я надеюсь, вы понимаете, связанное это с тем, что вы не свободны. На данный момент вы не свободны. И именно потому, что вы не свободны, у вас и нет возможности вести себя, ну, скажем так, вести себя так, как вы того хотели бы. У вас нет возможности вести себя так, как вам нравится. То есть, первый момент, это момент, надеюсь, вы поняли, первый момент, это момент самостоятельности, это момент обособленности от других. Объективно, объективно, у вас нет оснований для того, чтобы считать, что ваши родители, ваш начальник, имеют право вам приказывать, например, имеют право вам указывать, что вы должны делать. Вопрос заключается в том, почему вы так в себе не уверены. Почему вы не уверены в себе настолько, что, вот, собственно, боитесь осуждения. Если неуверенность присутствует, с этой неуверенностью нужно работать. До тех пор, пока эта неуверенность будет с вами, вам будет практически невозможно, нереально делать то, что вы хотите. Дальше. Дальше. Дальше у нас идет работодатель. То есть, работа, это вообще, говоря, такая достаточно интересная тема, потому что вы ведь понимаете, что начальнику все равно, работаете вы с ним или нет. Незаменимых людей нет. И вы знаете, я надеюсь, что, если вы уволитесь, то на ваше место придет другой человек. Это означает, что вам нужно спросить себя. Зачем вы работаете, если вам не нравится? Чтобы, наверное, скажете вы, ну, как-то не навлечь на себя гнев, например, ваших родителей. А еще. Уберем возможный гнев ваших родителей. Еще. Что еще может быть, кроме гнева родителей? А еще, я думаю, у вас какие-то другие цели. Может быть, вам, например, чем-то удобно так жить вот в такой ситуации, когда у вас есть какая-то работа, и вы, в принципе, нормально устроились. Вам хочется, конечно, большего чего-то, но вы понимаете, что это слишком, например, сложно или слишком энергозатратно, и поэтому вы не очень сильно, не очень много прикладываете усилий для того, чтобы, ну, скажем так, искать новую работу. То есть, нужно подумать, чем для вас при прочих равных условиях выгодно то, что вы делаете. Если для вас это выгодно, что вам нравится в том положении, которое у вас сейчас есть. Может быть, некая стабильность, может быть, что-то еще. То есть, что-то вас останавливает от того, чтобы искать работу дальше. Потому что, уверен, начальство не очень сильно волнует то, работает ли вы именно с ним, например, или нет. У нас сейчас есть, в общем-то, свои проблемы, которые волнуют их, которые волнуют его, и, я думаю, что он не имеет права вас в чем-то обвинять. Дальше, следующий важный момент заключается вот в чем. Вы пишете, что вам некомфортно на работе. Ну, я бы хотел спросить, почему. То есть, сам по себе дискомфорт, он связан с отсутствием каких-то условий на работе? Сам дискомфорт связан с какими-то проблемами на работе, с рабочими отношениями, по сути дела? Если да, то тогда нужно с этим разбираться. Какие именно проблемы на вашей работе у вас есть? Какой именно дискомфорт вы испытываете, когда приходите на работу? И можно ли что-то с этим сделать? Если не ладится общение, например, или еще какое-то взаимодействие с коллегами, пусть не ладится. Это не самошель, когда речь идет о работе. Если начальник как-то вас претенкует, это еще один момент. Тут уже нужно апеллировать скорее тем, что вам положено, тем, на что вы имеете право по закону. Дальше. Если вам сама работа не нравится, то тогда нет смысла заниматься тем, что вас не устраивает. Тогда нужно относиться к этому, к тому, что вы делаете не как к работе, а как к средству. То есть вы принимаете работу слишком близко к сердцу, нужно принимать ее как средство. Средство для получения чего? Например, денег, которые могли бы в свою очередь вам помочь в чем? Ну, например, вам могли бы эти средства помочь в отдельном проживании, в приобретении отдельного жилья, например, ну, скажем так, для себя. То есть, чтобы не жить вместе со своими родителями. То есть, работа для вас это средство, средство для достижения каких-то своих средств. Как понять, чего вы хотите и чем бы вы хотели вообще говоря заниматься? Вот этот момент, он достаточно сложен, потому что он упирается в условия, по сути, он упирается в условия, в которых вы проживаете на самом деле. То есть, если у вас эти самые условия таковы, что вы не можете находиться наедине, например, с собой, то в таком случае, конечно, будут определенные проблемы у вас. Вам нужно, в первую очередь, все-таки, для понимания своих желаний, работать над обозначением, это главное, над обозначением личных границ. Ваши личные границы это то, без чего невозможно осознание своих ценностей, своих желаний, целей, стремлений и так далее. Личные границы это то, куда не имеет доступа никто, кроме вас. Личные границы это то, что принадлежит только вам на физиологическом уровне, то есть на уровне личного пространства, и на психологическом уровне, на уровне сознания. Дальше. Когда и если вы сделаете так, что у вас будет свое пространство лично, то в этой ситуации, в этом случае у вас будет шанс, пребывая наедине с собой, прислушиваться к себе, слушать именно себя, а не кого-то другого, прислушиваться к тому, что нужно именно вам, и решать этот вопрос именно с точки зрения позиции, значит, научно, нужно именно вам. Если у вас есть проблемы, связанные именно с родителями, то эту проблему, проблему с родителями, ну и решать. Откуда ввелись шторы? Откуда ввелись конфликты? Откуда ввелось разношение? Почему вы воспринимаете так плохо то, что родители вам говорят? То есть нужно разбираться во взаимоотношениях детей и родителей, то есть вас и ваших родителей. Дабы, во-первых, было понятно, в чем проблема, в чем конфликт, и можно было бы решить этот конфликт каким-нибудь способом. Далее. Далее вы, значит, надеюсь, таким образом понимаете, что работа с вами предстоит в нескольких направлениях. Первое направление – это проработка вас как делового партнера, как субъекта трудовых отношений. Раскрытие проблем именно на работе. Почему? Почему на работе проблемы? Какие? Какого они рода? Откуда берут свое начало? И так далее. Если у вас существуют препятствия и блоки именно с чем-то, что идет как бы в сопутствии с работой, то это не столь важно, как осуществление самой трудовой деятельности. И тот важный, главный вопрос, на который нужно ответить – это, есть ли или нету ли препятствий, проблем для выполнения ваших прямых трудовых обязанностей. Это первое. И если есть препятствия в выполнении трудовых обязанностей, то вот с ними и нужно разбираться. Где-то нужно подстроиться, где-то нужно, наоборот, защищать себя, но терпеть то, что есть. На данный момент нельзя, может развиться патологическая ненависть к работе вообще, к любой работе вообще. Дальше. Следующий важный момент. Это момент общественной мнения. Бояться осуждения не нужно. Осуждать вас будут всегда, везде и все. Но будут и те, кто будут вас поддерживать. И вот именно такие люди, те, кто будут вас поддерживать, являются для вас наиболее интересными, наиболее, скажем так, востребованными людьми. И именно они, так как раз, и представляют для вас наибольшую ценность. Эти самые люди, которые вас поддерживают. Но их еще нужно найти. Их еще нужно отыскать. Отыскать можно только в том случае, если вы будете идти к своей цели упорно, несмотря ни на что. Далее. У общества есть свои собственные взгляды на то, какими должны быть в нем люди, что они должны делать, какое место занимать, какую роль играть и так далее. И осуждение – это способ регуляции такого поведения и не более того. Тогда дайте себе вопрос. Вас устраивает ваше положение в обществе? Наверное, нет. Значит, придется делать что-то еще, чтобы этого избежать. Чтобы менять свое положение. Чтобы начать жить так, как хочется вам. Но тогда осуждение необратимо. Тогда осуждение будет с вами. Тогда осуждение будет с вами всегда. Но осуждение есть обозначение того, что вы идете как раз таки верхним путем. По крайней мере, своим путем. Далее. Проработка родительских отношений и выявление причин, чего они от вас, чего хотите вы от них и так далее. А также необходимо нацеление все-таки на дальнейшее отдельное проживание от них. Потому что вам, как я понял, из предыдущих вопросов 24 года. И я думаю, что в 23 года, в принципе, уже можно было бы жить отдельно. Возможно, именно они, ваши родители, не дают вам возможности понять для себя, чего же вы все-таки хотите. И побыть в одиночестве, в спокойствии для вас, будет полезным и достаточным для того, чтобы понять, куда же вы хотите все-таки двигаться, что же вы хотите все-таки делать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.